Наверняка многие современные люди, но вот так же, как и я, не носят деньги в кармане или в кошельке. Мы привыкли пользоваться пластиковой картой в магазинах, в салонах красоты, совершая интернет-покупки. А с сегодняшнего дня безналичный расчет доступен и в общественном транспорте Барнаула. Правда, только в трамваях и троллейбусах новая система оплаты пока тестируют. Не проходит оплата, да? Не проходит. Так, видимо, у меня не та карта. Да? Летать. Как она должна выглядеть, вам уговорили? Нет, не уговорили. Вот получается, что для расчета подходят не все банковские карты, а так называемые бесконтактные. Их прикладывают к специальному исчитывающему устройству. Вот в данном случае это валидатор, который носит кондуктор. Кстати, работники общественного транспорта такую систему оплаты уже считают удобной. Она избавит от одной из главных проблем отсутствия сдачи, особенно с крупной купюрой и по утрам. Но нечем сдавать. Едут бесплатно. Да вы что, даже такое бывает. То есть... Давайте, они едут бесплатно. Выйти они не могут. Угу. Поэтому вот эта вот система может лишить вот этих проблем. Да. К слову, никаких скидок при такой оплате не предусмотрено. Списываться с карты будет сумма, как при наличном расчете. Вот поинтересуемся у пассажиров, насколько, по их мнению, удобна новая система. Очень удобно. Почему? Ну, потому что не надо доставать деньги. Влазить в кошеке карты достал, рассчитался и нет проблем. Ну, не надо с тобой мелочи иметь. Не заморачиваться, если денег нет. Рассчитываются за проезд в общественном транспорте банковскими картами уже давно. Пассажиры Питера, Кемерово, Владивостока, Новосибирска и даже Бийска. В Барнауле о новой системе оплаты заговорили еще в начале прошлого года, но по разным причинам ее запуск откладывали. Планируется, что к концу февраля рассчитаться банковской картой можно будет и в автобусах. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости.